ВЫХОД К СЕТКИ Реал не заканчивается никогда. Елизавета, большое тебе спасибо за то, что ты пришла. И, естественно, мы начнем тогда с женского тенниса. Спасибо за приглашение. Конечно. Еще вроде бы уже, наверное, кажется, что прошло много времени с финала вдохи. Но все-таки давайте оттолкнемся. Хотя понятно, что события каждый день в теннисном мире наслаиваются одно на другое. Но, тем не менее, что это было, Елизавета? Как ты оценишь то, что произошло там? Ну, с финала, конечно же. С вишенки на торт. Да, да. Что это было и почему это так закончилось? Ну, для меня вообще это развитие события достаточно закономерное. Потому что все-таки Доха – это вочина и Гешвентак. И, несмотря на то, как бы она ни начинала сезон, мне кажется, там она себя чувствует максимально уверенно. И, вопреки всему, побеждает. Несмотря на то, что по ту сторону сетки была Елена Рыбакина. Неудобная для нее традиционная соперница. Неудобная, но все-таки, говоря про Елену, важно не забывать то, что для нее это уже второй финал подряд. И мы превозносили всю неделю Каролину Плишкову, которая просто превознемогала себя. Про Лигу мы еще перейдем. Давай с этими все-таки разберемся. Да, но вот Елена, она же тоже достаточно уставшая, подошла все-таки к финальному матчу. Ну, вторая неделя подряд, да. Вторая неделя подряд, да, это перелет. И с начала сезона Елена жаловалась, у нее были проблемы со здоровьем. Поэтому, я думаю, все-таки физически она показывала не свой лучший теннис. И условия, плюс еще были в пользу Иги. И условия. Но мне не хочется обесценивать победу Иги, говорить о том, что если бы лучший теннис Елены. Я вообще считаю, что если бы любой игрок показывал свой лучший теннис, он, в принципе, победил бы любого. Но уж если Елена Рыбакина, то подавно. Вадим, как ты считаешь, ну так фантазируя об этом противостоянии, когда, наконец, обе теннисистки подойдут к концу карьеры, в чью пользу будет счет личных встреч? Ну, ты знаешь, Леша, у меня такой прогноз... Ну, так, чтобы подключить тебя, да, сразу, сразу. Не в бровь, а в глаз. Я люблю прогнозировать, но здесь, честно говоря, у меня нет никакого видения, как будет развиваться карьера Елены Рыбакиной, и уж тем более, как будет развиваться карьера Иги Швен. Так, на мой взгляд, все-таки те лавры и те достижения, которые сейчас у Иги, ну, они, на мой взгляд, немножко не соответствуют тому, какая она теннисистка. Вот буквально несколько дней назад думал на эту тему, вспоминал, какой, например, был тур в десятые годы, когда была Сирена Уильямс, когда была Мария Шарапова. Вспоминал более ранние времена, когда была Жустин НН. И мне кажется, все-таки, если можно было бы смонтировать матч той же НН против Иги Швен, так, или уж тем более топовой Сирены, или Марии Шараповой, но несмотря на то, что принято считать, что спорт всегда прогрессирует, вот у меня есть ощущение того, что все-таки Сирена бы обыграла Игу. И Жустин с ее интеллектом, мне кажется, тоже. Поэтому, кто знает, как будет рождаться карьера. Конечно, очень все профессионально у Иги Швен, так и психолог, и тренер. Все на своих местах, условия идеальные для того, чтобы вся эта песня продолжалась. Но, тем не менее, может быть, кто-то появится, может быть, сама Швен так немножко сдаст. Не знаю. Ну, пока она Арину к себе не подпускает, да? Да, задел есть. Сила дитл, так что есть. Но вот ты хорошо начал вспоминать сейчас звезд прошлого. Я, например, вообще считаю, что если бы в туре была бы Эшли Барти, это было бы лучшее, что можно вообще себе представить. То есть первая ракетка мира, про которую все знали, что у нее нет удара слева, двуручного бэкхенда. При этом она выигрывала шлемы и была первой, и делала это. Так что вообще этот удар она практически и не показывала никому. Ну, как бы есть мощные, высокие, атлетичные, бьющие теннисистки, но Барти – это было нечто особенное, и я очень по ней скучаю. Потому что как раз на фоне вот всех, которые подают 200, которые попадают во все линии форхенды и бэкхенды, там все-таки была тактика. И смотреть за этим было очень интересно. Барти – это просто такая поэтесса от тенниса. Не знаю, может быть, она вернется в очередной раз уже мамой, но… Расхотелось ей играть, она ушла. Наверное. Она вообще, мне кажется, достаточно счастливая и органично выглядит сейчас и в роли мамы, и она уже инвестор, и в Австралии у нее медийный вис очень большой, поэтому… Она легенда. Да, да, и поэтому уже как бы напротив тенниса она поставила галочку, как сделано, и переходит куда-то дальше. Поэтому всегда, когда кто-то говорит, что ждет Бартия, я так по-теплому говорю, ну, не ждите. Я скучаю. Я просто скучаю и понимаю, что это было нечто особенное. Вот даже в ряду тех чемпионок великих, о которых ты сейчас говорил. Давайте перейдем к тем, кто летал в последние годы ниже радаров. И слово тебе, Вадим, потому что Каролина Палишкова, ты же не ровно к ней дышишь. Ты всегда ее как-то обмечаешь. Я не знаю, что там у тебя, что там между вами, но расскажи, как она достигла такого просветления и начала играть так, как она не играла, я не знаю, два, три, четыре года сколько? Пять лет мы о ней ничего не слышали, ну, вот на решающих стадиях турниров. Что это, Вадим? Ну, между мной и сестрами Палишковыми, кроме симпатии, нет ничего. Ну, а ты разочаровываешь нас. Увы. Продолжай, хорошо, продолжай. По поводу Каролины Палишковой, мы с тобой не так давно обсуждали эту тему и говорили о том, что возрастные теннисистки, когда они набирают форму, теннисисты и теннисистки, обыграть их с учетом хорошей физической формы, игровой формы, опыта и готовности играть по долгу, обыграть их очень сложно. Вот эта сумасшедшая серия, которую мы сейчас видим, с 6 по 15 февраля, 8 дней подряд, каждый день Палишкова выходила на корт и побеждала. Здесь как раз все сплелось воедино. Все ее умения, хорошая физическая готовность, ну, в общем-то, и соперницы некоторые были не самые сложные у Палишковой. Ну, а почему она мне нравится? Ну, она классно подает, сильно бьет по мячу. Я таких игроков люблю. Вот я в свои игрокские годы, например, все-таки, по мне, наверное, даже в кадре видно, что я не самый крупный человек, поэтому мне, может быть, когда-то мощи не хватало. Я смотрю, вот так бить по мячу мощно, и я не умел. Поэтому Палишкова мне нравится. Что происходит в команде сейчас? Кто там всем рулит-то? Я не понимаю. Саша Бажин же был приглашен и отчислен. Да, уже давно поднял команду. Его вот это второе пришествие, по-моему, повлияло только на прическу, да? Когда она с распущенными волосами вышла играть. Ну, так что? Это просто никого не нужно, никаких специалистов уже не нужно. Каролина сама знает вдоль и поперек свою игру, свои возможности. Ну, и вот как-то она со своей командой подобрала... Я не знаю, может быть, это предсезонка была так качественно сделана, которая выстрелила сейчас. Ну, сейчас, наоборот, новый тренер у нее в составе. Кто это? Я не помню имя, к сожалению, но он тренировал Динару Сафину, Больших Звезд. Это не Желка Крайан, случайно? С Динарой, я помню, он как раз поработал. Честно, я не помню, потому что... Но первая ракетка, она была с ним, это точно. Да, скорее всего, про него речь, и поэтому как раз-таки они стали сотрудничать совсем-совсем недавно. Вот тогда, наверное, причина. Но вообще вот эта траектория Каролины за последние недели мне напоминает, как Петра Квитова в прошлом году тоже выдала достаточно яркий отрезок и даже ворвалась в десятку. И забеременела потом. Ну, это было чуть позже. Да, да. Ну, у Каролины есть сестра, которая, если что, еще и в этом ей подскажет. Про нее мы давно уже ничего не слышали. Потому что она как раз-таки стала мамой и сейчас реализовывается несколько в другом поле. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Так, что у нас еще, значит, из таких важных моментов, да, которые хотелось бы упомянуть? Вот серия без титулов, да. Ну, посмотрите. С января 2020 года она не выигрывала ничего. Ну, вот тут есть еще тоже соискательницы, да, которые хотели бы что-то взять. Ну, вот Зигим, например, в паре неплохо с Верой Звонаревой, да, поиграла, но затащить Штутгарт в одиночку ей, наверное, вряд ли удастся. Ранее играет до сих пор Викмайер. Ну, в общем, не собираются девушки заканчивать. Ну, вот те, кто стоят не в первой сотне, а даже ниже. Ну, тут, конечно, Веру Звонареву нужно отметить. Баку 2011. Второй. Вторая строчка рейтинга. Ну, и сейчас она в третьей сотне. И, судя по всему, травмирована, да, потому что она не играет сейчас. Вот эти Дубай, Доха, мы даже ни в квале, нигде ее не видим. Ну, и остальные. Тут, в общем, есть. Ну, очень важно. И Винус Уильямс, например, да. Да, ну, или вот Лисицкий, который сталкивался с большим количеством травм, поэтому пропустил. То есть, ну, какие-то пропущенные годы обусловлены этим. Ну, и вообще, меня, конечно, очень печалит Кристина Младеновича. Никогда не была ее фанаткой. Но даже на уровне пары она брала и шлемы с Тимеей Бабышей, и с Гарсией. И сейчас, ну, это, мне кажется, просто такой какой-то откровенный провал и очень печальный. И я совсем не верю, что она вернется в свои кондиции. Ну, на пару, может быть, она еще соберется. Может быть, с Каролин Гарсией они что-нибудь там такое обсудят и сыграют на домашних Олимпийских играх. Я думаю, это мотивация. Ну, возможно, к тому все и идет, да. Скорее всего, их переформировали. Но в одиночке уже давно ничего неинтересного нет. Если посмотреть, то она сейчас перекатывается, по большей части, с одного ИТФ-турнира на другой. Ну, такое, да, печальное зрелище для ее болельщиков. Ну, вообще, если посмотреть, опять же, на эти фамилии в контексте Каролины Плишковой, то, честно говоря, ее длительный спад не очень понятен. Потому что, как Елизавета сказала по поводу некоторых теннисисток, причиной их спада были травмы. Как, например, у Бьянки Андреевского. У кого-то это была временная вспышка. Мы в этом списке видели фамилию Шмидловой. Но все-таки Шмидлова, мы понимаем, в системе это не победительница турниров WC. Это было для меня вообще загадка. В низкой категории. Она мог проиграть 22 матча подряд. И ничего такого. Флишкова же играла на уровне десятки. Она была первой ракеткой мира. Она была в финале Шлема. И тут у нее внезапно какое-то выпадание из обоймы. Которая сейчас тоже по каким-то причинам. Может быть, тренерским. Может быть, каким-то ее личным. Пойди разбери, что в жизни Плишковой происходит. Почему так все случается. Ведь опять же, теннис это мозаика. Так много не играла. Поэтому она снялась перед матчем с Ашвен. Ну, понятно, что если ты на пределе. И вроде бы игра идет. Ну, понятное, наверное, решение. Но следующий турнир она опять играет. И опять она выигрывает уже в трех сетах. То есть, сэкономила силой. Решила с Ашвен, наверное, не встречаться. Ну, а дальше-то можно играть. Ну, то есть, аппетит приходит во время еды. Но она так избирательно все-таки заказывает блюда. Мне кажется как раз то, что у нее не было какого-то достаточного количества мотивации. И когда она проигрывала где-то даже в первых кругах или не самым сильным соперницам. Ну, я, честно, не думаю, что она как-то очень сильно расстраивалась. И вообще просто, может быть, даже махала рукой. И, учитывая, какая обычно Каролина спокойная и безэмоциональная, не думаю, что ее как-то это негативно триггерило. А сейчас одна победа, вторая. И как будто ты действительно, как сказали, второе дыхание. Начинаешь щупать свои границы и лимиты. А слаболи мне еще вот так вот. И вообще у нее же этот сезон еще начался со смены экипировщика. Она теперь играет в «Адидас». Она ушла от филы. И как будто, в общем, это такой полноценный новый виток. Рестарт, да? Да, да. Просто перезагрузилась, обнулилась. А почему бы и нет, почему бы не испытать снова эти эмоции? Хорошо, Вадим, ну как далеко она готова зайти? Топ-10? Я еще один момент добавлю. Финал большого шлема. Если рассмотреть техническую сторону Каролины Плишкуетт, кто такая Каролина? Ее нельзя назвать гибкой теннисисткой, эластичной. У таких игроков... Тосковато, да. Да, у таких игроков очень много зависит от чувства мяча. Поэтому даже то, что она надолго выпадала, можно именно этим объяснить. То есть вот не чувствует человек игру. Все-таки ей нужно идеально подходить к мячу. Идеально вот центром ракетки играть, как она сейчас это делает. Вот сейчас она, наконец, нашла это, почувствовала. И вот урожай, в общем-то, яблоки сыпятся с дерева градом. Как она далеко может забраться, на этот вопрос я отвечу так. Так, раз она была первой ракеткой мира, значит, ничего, я считаю, ей не мешает, если не на первую строчку обратно забраться. Ну, хотя бы на вторую, на третью. Воу, 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 воу. Ну, раз потенциал был, раз она его реализовала, значит, всегда на эти высоты опять можно вернуться. Да, но большой вопрос, как будет расплачиваться ее тело сейчас за те нагрузки, которые она вывозит. Но теперь это уже другая плишка. Моложе никто не становится. Когда она была первой ракеткой мира, все-таки ей было примерно 26 лет, 25 лет. Сейчас это уже немножко другая теннисистка. Она сама тоже понимает свои сильные стороны, свои слабости. Поэтому я считаю, что в десятку она залететь, и даже в тройку вполне может. Но это, конечно, будет очень тяжело сделать. Легко говорить, сидя на этом диване об этом. И гораздо сложнее сделать все это на корте. И причем это же нужно в системе, много турниров, играть хорошо. И чтобы, опять же, вот эта самая мозаика, о которой мы уже говорили, травмы, тренерские моменты, личная жизнь, все это способствовало, а не мешало. Ну, а потом еще начнется грунт, который не хард, более удобный для Каролины, который все-таки предполагает больше перемещение по задней линии по всему корту. А это с ее прямыми ногами не совсем ее стихия. Это да, но потом начнется трава, а уж там, казалось бы, она вообще в своей стихии. А потом и лесопон, и сезон закончится, и она в десятке, да? Так вы до последних дней Каролины Плишковой сейчас все пытаетесь, да, уже расписать. Давайте к следующей крутой женщине, которая вернулась, стала мамой. И вот она играет, и, похоже, вкус к победам начинает обретать речь о Наоми Осаке. Ну, так внимательно мы за ней посмотрели. Ну, не то чтобы, да, она мечтала о своем возвращении на корт и считала дни. Такой бодилэнгвич, вот то, что говорят, как она выглядит, я думаю, что это большая проблема для ее тренера, потому что видно, что она не очень хочет. Но постепенно начала прорезаться подача сначала. Потом четвертьфинал, где они как раз с Каролиной Плишковой, там, два тайбрейка, по-моему, да, они сыграли. Ну, и вот что с ней происходит. Количество эйсов уже немножечко подросло. Процент первой подачи примерно, ну, на том же уровне. Реализация первой подачи даже лучше. На второй немножко не добирает. И хуже играет на приеме. Но, в принципе, что-то такое уже тут можно найти, Наоми. Ну, если ты говоришь о бодилэнгвич, если читать вот этот статистик лэнгвич, который мы видим, то есть у нее стало хуже передвижение. То есть в два удара она стала играть лучше, но в розыгрыше она сбавила. Потому что просто так такой диапазон в очках на приеме его быть не может. И поэтому ей нужно что-то усиливать. У нее как раз выросла доля эйсов и выросла доля реализации на первую подачу. Ну, я бы это так трактовал, по крайней мере. Ну, мы уже слышим комоны от нее. И мы видим уже какую-то реакцию. Ну, нравится человек. И она уже в игре. Но это хороший признак, по-моему, для ее болельщиков, для самой Наоми. Потому что, ну, я не думаю, что из-за денег она вернулась. Она упакована по полной программе. Она может не брать никогда ракетку в руки и при этом зарабатывать на рекламных контрактах, естественно. И если уж она это делает, то, значит, цель у нее, как она говорила, выиграть имблдон и Ролан Гарос как раз. Потому что на Харде-то она сделала немало, но очень такой интересный момент для ее, этап для ее карьеры. Но у нее сейчас еще, помимо всего прочего, очень много уверенности. Потому что, опять же, она сейчас, как и сама говорила, выходит на корт, не ожидая от всяких-то больших побед. Конечно, хочется, но даже если случится поражение, она дает себе время плавно вкатиться в игру, чувствует себя иначе. Потому что у нее сейчас, как она говорит, уже цель показать дочери, что вот у тебя мама играет, чего она достигает. И именно, мне кажется, спортивных ожиданий меньше. И когда вот это давление спадает, у тебя начинает появляться удовольствие, вкус к игре. В каком-то смысле снизить ожидания от себя, оно даже является бустом для того, чтобы эти ожидания выросли. Может быть, это такое зарегистрирование с общественностью. Я, мол, ничего от себя не жду, но посмотрим, как будет. Но любой, кто возвращается, так говорит. Она же довольно такая закрытая, она вещь как бы в себе. Мы же помним, когда у нее были проблемы с ментальным здоровьем, как раз об этом сейчас начали говорить, в том числе и Рафаэль Надаль. Помните, когда она сказала на Ролангоросу, что у меня пресс-конференции больше не будет? Да. Я не хочу ни с кем из вас разговаривать. То есть она была вообще на пределе. Ну вот, а сейчас это все? Сейчас она пытается перезапустить свою карьеру и показать другую Наоми совершенно. Ну, может быть, она за это время вне тура как раз-таки что-то и пересобралась с себя, да? Ну, интересно будет. Так, еще одно возвращение, и это Елена Веснина. И тоже мама. Она тренируется вовсю. Она уже мультимама у нас. Она мать двух дочерей, я так понимаю. Серьезная идет работа. И, судя по всему, она в Индиан Уэллс уже будет играть. Первый турнир, да. Начнет с солнечного дуба. Причем собиралась чуть ли не доху уже. Собиралась, но как раз-таки... Немножко сдвинула. Что нам ждать от Весниной, ради чего она возвращается? Опять под Олимпийские игры, я так понимаю? Ну, сама Елена говорила, что у нее еще и Олимпиада, конечно, цель, и турниры большого шлема. Преимущественно это в паре. Как Дзокович она, да, теперь становится? Да, да. Только большие титулы. По верхам и за большими результатами. Преимущественно это фокус на паре, потому что одиночка это все-таки лишняя нагрузка, лишние травмы. Хотя она отмечала, что, возможно, она где-то попробует одиночку, потому что замороженный рейтинг еще позволяет. Конечно, сыграть первые круги. Да. А мы собрать неплохо. Это и материально, в общем, себя оправдает. Да, в том числе. Но все-таки преимущественно это фокус на паре. И как раз-таки солнечный дубль вместе с Анастасией Потаповой они начнут. Ну, в паре будет? Она без одиночки пока, да? Большие турниры точно нет. Где он был с большой турниром? Ну да, поэтому только с Анастасией. Хорошо. Ну, мы, значит, помним, что она у нас олимпийская чемпионка Рио. С Екатериной Макаровой они это сделали. Потом на Олимпиаде в Токио они играли в финале. Микс, естественно, вот этот вот, который был целиком составлен из наших. Ну, вместе с Андреем Рублевым, естественно, Настя Павличенко выиграл. Ну, с Асланом Каратцевым была. Была Веснина, ну, вот, собственно говоря, и она. Ну, удивительная вообще карьера. И то, что Лена, ну, можно сказать, не наигралась. Но на самом деле она сохранила мотивацию и чувствует, что может еще что-то сделать. Ну, вот, собственно говоря, до 2018 года что было. Ну, и потом вот перезапуск своей карьеры. Ну, в общем, тоже не зря как бы. Да, всего за несколько месяцев, с марта по август, там можно посчитать. И у нее какие результаты. И олимпийская медаль. И, кстати, там должно было быть две олимпийские медали. Просто по какому-то роковому стечению обстоятельств. Там со счета 6-9, по-моему, отыгрались соперницы в матче за бронзу. То есть, вот она, бронза была. Бразильская, да, история. Да, Лавра Пегоси. Бразильская система, которая не помогла нам. И при условии, какой урожай был за эти несколько месяцев, я, честно говоря, жду примерно чего-то такого же. Ну, понятно, что Елена Веснина сейчас это настолько опытная теннисная львица, которая понимает, зачем она возвращается и понимает, как она будет достигать своих целей. Вот я читал, Елизавета, твое интервью с Еленой Весниной. Она там все прекрасно рассказывает, как она эти матчи вытаскивает на опыте. Я вот читал и понимал, вот буквально вот чувствовал, что ты, Лена, сейчас говоришь. Это было классно. Ну, еще интересный момент. Елена рассказывала, как она визуализирует удар и повторяет в голове, воспроизводит тот, который только что удался. И вот, то есть, каждый раз вот эта вот схема визуализации очень помогает, чтобы набирать очки из подачи точно так же. Я была на тренировке, я прям видела вот эту вот концентрацию, когда вот доли секунды до удара, но ты чувствуешь, что сейчас в голове вот этот щелчок произошел. И теперь уже от мыслей к действиям, и это просто пушка справа, пушка слева. Очень, конечно, эффектно. Да, и сравнить вот, то есть, прогресс игрока. То есть, все-таки 20-18 лет, ну, ты просто играешь в теннис, ты пьешь по мячу, о многом не задумываясь. И совсем иная ситуация. То есть, ну, человек компьютер, вот то, что и Елена рассказывает, и ты, Елизавета, о чем сейчас рассказываешь. То есть, когда ты уже технологию понимаешь, как тебе нужно выполнить удары, если где-то у тебя физика уступает молодым, но у тебя зато голова на таком уровне, по сравнению с этими молодыми, что ты еще попробуй обыграй, попробуй выцарапай у Елены Весниной то, что она уже считает своих. У молодых-то еще вся карьера впереди, а игрок вот на этом этапе уже бережно и внимательно относится к каждому матчу, понимаешь, сыгранному. То же самое сейчас, например, вот Анастасия Павличенкова прекрасно делает. То есть, вот она, золотая зрелость, которая пришла в ее игру. Ну, хорошо, сейчас, Елизавета, твой выход. Мы переходим к Рафаэлю Надалю. Мы знаем, что ты с детства за него. Да. Как и многие. Здесь Рафа сыграл несколько матчей. Это был подарок для нас всех в этом году. Потом очередная травма, вроде бы не та, которая беспокоила его последний год, который он не играл. И вот очередное возвращение. Тоже хотел сыграть на Ближнем Востоке, но потом все-таки решили, что он сыграет в Индиан Уэллс. Но известно, что на Рафе живого места нет. И там еще между этим будет выставочный турнир в Лас-Вегасе с Карлосом. Да, они должны сыграть. Не турнир матч, точнее, да, Netflix Slam. Так еще под Раф уже вот этот вот турнир Six Slams Champions, который хотели провести после Австралии сразу же. Но Раф получил травму, а без него народ неполный, как говорится. Коробочка неполный. Да, и турнир отодвинули. Ну, а Рафа вот он. Рафа задумался. Но вообще в Австралии он получил достаточно, можно так сказать, мелкую травму. Просто превентивно он решил ее не развивать, потому что все-таки понимал, что выиграть турнир он не сможет. А зачем усугублять ситуацию, если можно взять перерыв и вернуться. Самое главное у него все-таки на коне это грунт. Так есть смысл тогда ехать сейчас ему в Америку вообще? Я не знаю, для меня даже большой вопрос, стоило ли вот на этот Netflix Slam заявляться. Потому что все-таки Карл Салькарас это сложный соперник, против которого ты не будешь отсиживаться на задней линии. И, казалось бы, всего один матч. Но я думаю, он его достаточно... Но если не опустошит, то какие-то последствия повлечет. Поэтому вот на эту выставку я смотрю с очень большими опасениями. Но американская серия, ну, наверное, когда-то все-таки надо начинать. Потому что игровая практика, пусть и на харде, она все-таки нужна. Ну, Индиан Уэллс, в общем, любимый, наверное, для него турнир американской серии. Про Майами мы все знаем, да? То есть на роду написано у Рафаэля Надали, что этот турнир он не выиграет все равно, хотя он был там и в финалах, во всем. Ну, наверное, последний шанс Арафы. Но я не знаю, что с ним будет после Индиан Уэллс. Все-таки такая мощная связка. И погодные условия не самые удобные. Как ты считаешь, Вадим, может быть, я не знаю, Надалью нужно было поехать в Южную Америку, сыграть что-нибудь там на грунте, а потом уже вернуться в Европу и играть там Монте-Карло, Барселону и дальше со всеми местами. Вообще исключить уже этот хард. Как ты считаешь? Мне кажется, с моей стороны было бы высокомерно давать Рафаэлю Надальу советы. Они знают, что они делают, но, конечно, скажем, будь я на его месте, я бы начинал с Монте-Карло. Да, потому что, ну, все-таки грунт, мягкое покрытие, где и коленочкам, и ножкам все удобнее. А тут можно сыграть, ну, скажем так, не совсем очевидные турниры и опять усугубить, ведь в Брисбене были получены эти повреждения, которые со здоровьем, это повреждение. И все же может вернуться. И получается, если он, допустим, сейчас сломается в Индиан Уэллс или Майами, то опять он может вылететь на 2-3 месяца, и Ролан Гороста будет под угрозой. И не будем Рафа на грунте, но это вообще... Ну да, то есть на самом деле здесь все-таки грунт, мне кажется, и для него приоритетен. Все-таки здесь он еще действительно свой шлем не просто может выиграть, а вспоминая то, что было в Брисбене, да я бы его назвал одним из главных фаворитов Ролан Гороста, если, опять же, переместить ту игру, которая была в Брисбене, а это было просто великолепно. Что матч против Кублера, что матч против Томпсона, это вообще космос, то, что было и со стороны Рафа, и со стороны Томпсона, который не показал бы такую игру, не было бы на другой стороне Курта Надали. Поэтому, на мой взгляд, здесь у Ролан Гороста, мы, конечно, далеко забегаем вперед, но Рафа один из главных фаворитов этого турнира. Лиза, расскажи о том, как ты об истории любви с Рафаэлем Надалем, где ты его видела, на каких турнирах ты наблюдала его игру, куда ты ездила? Ну, история любви началась в 2005-м, и очень долгие годы я смотрела на нем, за ним следила по трансляциям, и, конечно, тогда я еще вообще жила в Уфе, ходила в школу, не могла представить, что когда-то я окажусь на главном корте Парижа и увижу игру Рафы. Но вот 2017 год, мы сразу скипнем 12 лет, я тогда еще покупала билеты на турниры сама, и по счастливым обстоятельствам, пройдя гигантскую очередь электронную, проблемы с оплатой по карте, потому что там все зависало, мне удалось купить билеты, это был финальный пакет на мужской и женский финал, тогда еще я сначала захватила и триумфальную победу Остапенко над Халиб, потом уже следующий день Надаль, и это было даже, наверное, как-то хорошо, когда первый день ты приходишь на женский финал, и у тебя хотя бы... Это очень хорошо. Да, но ты хотя бы чуть-чуть привыкаешь и осматриваешься по сторонам, потому что если бы мой первый заход на Орлан-Город случился еще сразу и на мужской финал, то я думаю, я бы вообще ничего не запомнила. Ты бы голову не повернула и не моргнула бы, да, сидела бы. Да, безусловно. А так, 2017 год, как раз-таки очередной комбэк Рафа в финале против Вавринки. Он выиграл свой десятый титул, были огромные растяжки, цифры 10, Рафа плакал, я в испанский флаг завернулась тоже плакала, потому что очень эмоционально это все воспринимаю. Ну и потом еще в 2018-2019 год, я точно по такой же схеме ездила, и в прошлом году, в 23-м, получается, была на Орлан-Горос, и Монте-Карло очень ждала, потому что Раф опять же снова возвращался, что мы таки увидимся, причем уже сейчас есть несколько больше опций для того, чтобы еще увидеться за пределами корта, но сначала это очень грустное объявление, что он снимается с Монте-Карло, хотя до последнего висела эта интрига в воздухе, но и с Орлан-Горос. Но я не оставляю надежд встретить его еще и на корте, и где-то по трибунам помещения. Надеюсь, чуть позже мне будет что рассказать на этот счет. Я коротко тебе отвечу, а я с Рафаэлем Нандалем виделся в Москве. Как так? Он был в Москве, представляешь? Он не играл, но он был в Москве. Я не помню, что это было за история, но его привезли, продавались таунхаусы на Минорке. И Рафа приехал, и заход был такой, что покупаете таунхаус, и ваш сосед Рафаэль Нандаль. Вау. Мы даже сделали с ним коротенькое интервью, и я очень его упрашивал однажды приехать в Москву и что-нибудь здесь такое сыграть. Ну, это был давно. Какой это год, если память? Ну, это было очень давно. Это было еще во времена НТВ+. 2010-й. Да, да, да. Вот такая вот мощная история. Так что я видел Рафу, и он видел меня здесь, в Москве. На этом диване. На этом диване. Так, давайте двигаться дальше. Ну, что у нас? Значит, у нас есть... Кстати, мы вот о Рафе говорим, там, утром просыпаемся, Алькарас получил травму. В нашем теннисном сериале все время что-то происходит, даже когда ты спишь. Выясняется, сыграл всего пару геймов он. Это было уже в Рио. Жаловался на прошлой неделе, что очень тяжелый календарь. Тем не менее, за приезд в Буэнос-Айрес ему заплатили почти миллион долларов. Так что, наверное, дело того стоит. И вроде бы травма несерьезная. Но что вообще происходит с его игрой? Как ты думаешь? Он во что сейчас пытается играть, Карлос Алькарас? У меня есть такое впечатление, что вот такой трюкач у нас появился на корте. Знаешь, вот как бы... Есть баскетболисты, а есть глоб троттерс, которые вот делают какие-то вот такие вещи удивительные. Но в игре это все как бы не очень должно помогать. И вообще, кто это будет делать, да? Когда игра идет на счет. Вот мне кажется, что Карлос Алькарас демонстрирует свои возможности. Усовершенствованный и более титулованный Гайль Монфис, который в свое время тоже выполнял разные трюки. Но на самом деле, большой вопрос, что происходит с Карлосом. Мне кажется, все-таки еще, помимо всего прочего, фокус его внимания с тенниса немножечко за счет его агента, ведущих агентств, менеджеров, оттягивается от тенниса на все коммерческие истории. Конечно, сумочку Луи Виттон открыл, миллион долларов положил туда наличными и поехал дальше в Рио, да? Да, вот примерно так и происходит. Поэтому, возможно, здесь даже вопрос не к нему, а к его команде, которая вот этот вот фокус перетягивает. Потому что сам себя Карлос мявится очень голодным до игры, но когда твой рабочий день, твой график начинает дербанить между тем, что тебе надо на съемку, а у тебя там еще какой-то перелет, проект и так далее, то на теннис остается значимо меньше времени. Еще и тренер травмирован. Да, тренер, ну, уже сейчас, да, уже вернулся. Наложилось тоже, то есть как бы не понимал, что делать. Конечно, и все-таки еще не стоит забывать, что Карлос достаточно юный, и это игрок не с какой-то безумной игровой практикой, большим опытом, как вытягивать, вытаскивать те или иные матчи, и он все это еще только набирает, а вот этого времени, чтобы набрать, у него все меньше и меньше, потому что перетягивает его внимание на другое. Как ты думаешь, что будет с травмами у Алькараса? Потому что, честно говоря, он не производит, его тело, скажем так, ну, не производит впечатление, что парень высечен из камня, знаешь, и все от него будет отскакивать. Есть ощущение, что они навесили на него эту мышечную массу, и они пытались, конечно, ни в коем случае не сделать его культуристом, но при этом тело как будто бы не его, он тяжеловат вроде бы. Большая мышечная... Понятно, что здесь там речь идет о килограмме, а убавь, прибавь, и он будет бегать по-другому совсем. Но в целом Алькарас, он долговечен, как ты думаешь? Ты знаешь, Леш, я вижу параллели между Алькарасом и Денисом Шаповаловым. Вот когда Шаповалов был молод, когда он был весь задорный, в огне, рассекал в 2017 году на US Open, он играл классно. Потому что тогда он был, во-первых, в новинку, и во-вторых, в нем столько было пожара внутри него, что многие с ним не могли справиться. Что мы дальше видим? Что Шаповалов повзрослел, весь этот огонек потихонечку угасает, 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 добавляются сюда травмы, и сейчас, в общем-то, Шаповалов, это, наверное, четверть от того Шаповалова, который был в годы, когда он только расцветал. Вот у меня такое ощущение и опасение, что с Алькарасом может произойти примерно та же самая история. Он действительно был очень крут, что, говорить, Мадрид 2022 года, когда он подряд обыграл на грунте и Надаля, и Джоковича, фантастическая, и Зверев туда же еще, фантастический был теннис, акробатический, как ты, я с тобой абсолютно согласен по поводу Гарлем Глоб Троттерса этой аналогии. Да, он теннисный трюкач, но здоровье и тело уже не позволяет трюкачить. И плюс он взрослеет, и этот огонек, мне тоже кажется, он погасает потихонечку в нем. Ведь когда последний титул у Алькараса был? Это же Уимблтон. Это же Уимблтон. То есть год почти. Без малого. Скоро будет год, как у него нет ни одного титула. И на самом деле это серьезно, то, что происходит. Мне недавно написали с предложением, что я думаю насчет того, потренировать его, да? Потренировать, да. И что бы было, если бы Алькарас сменил команду? И когда я сначала услышал, думаю, ну как, все же хвалят так Хуана Карлоса Феррара. Да он им как отец вообще. Как отец. А может быть действительно, именно сейчас, пока не поздно, нужно решаться на этот шаг, и нужно что-то очень серьезно переформатировать. Потому что, и Борис Львович да говорил о том, что мышечная масса, которая на нем, она не совсем его. Но что-то мы видим происходит неправильно. Кто в этом виноват? Либо же агентство, которое эксплуатирует его медийный образ и зарабатывает на нем. Либо команда, либо что-то в целом происходит не так. Ну явно что-то нужно менять. Это вот лично мое мнение. Очень трудно сейчас Карлосу Алькарасу, но напомню, что мы говорим о второй ракетке мира. Пока второй. Слишком много впереди защит. Уимблдон. И слишком близко Яник Синер. И слишком близко Яник Синер, да. Так что... Да и тем более, что Яник Синер. Алькарас сам уже, в общем-то, снял себя ответственность, сказав до сезона то, что он считает, что Синер станет первой ракеткой мира. В этом году. Ну вот к Синеру как раз-то мы и перейдем. Яник Синер проходил тоже через такой же этап в карьере. Там, значит, Руна уже выигрывает Мастерс, Алькарас тоже здесь. И Синер меняет команду. У него был Рикардо Пиатти, Мария Шарапова там же тренировалась. Ну, казалось бы, лучше не бывает. Тем не менее, он пошел на этот шаг. И посмотрите, в кого он у нас превратился. Парень выиграл первый турнир Большого Шлема, но он отжигал еще и в конце прошлого. Но вот уже титулы посыпались, как из рога изобилия. Австралия он выигрывает. И выигрывает Роттердам на прошлой неделе у Алекса Де Минора, который тоже в топ-10. И, в общем, демоном его не зря называют, потому что парень бегает по задней линии выдающимся образом. Во-первых, нечасто в истории игроки после первого турнира Большого Шлема, выигранного, брали следующий турнир. Ну, я Марат Сафина припомню. После US Open он улетел в Ташкент и выиграл тогда. Синер очень думающий, очень спокойный. Когда его после победы в Роттердаме спросили, ну, что ты думаешь о своей игре? Очень, говорит, много размышляю. Говорит, до сих пор не могу ответить себе на вопрос, где я был первые два сета в финале Australian Open. И почему я так поздно включился? Прошел месяц. Парень затаскивает следующий турнир, но в интервью потом он говорит, что вот он переживает. То есть парень-то думающий. Парень уверен в том, что он делает все правильно в своей карьере. Мне кажется, вообще говоря об уверенности Яника, очень важно отметить, что это большая заслуга Дэрена Кехела и его действующего тренера. Потому что то, каким сейчас целостным выглядит Яник, ну, это просто... Я снимаю шляпу перед его командой, перед главным тренером. И как раз-таки, я думаю, именно это позволило ему вернуться и в финале Австралии со счета 0-2. И все-таки раньше Яник, он был как-то, мне кажется, более уязвим, именно психологически, еще и физически. Психически, скорее, он не вывозил частенько. Да, и судороги у него начинались при длительных матчах. Сейчас просто ничего этого нет, как будто стерли ластиком и перезапрограммировали его. Но вот эта вот уверенность, не просто спокойствие, рассудительность, а именно уверенность в игре, что он может в принципе все. И он обыгрывает и Джоковича на групповом этапе, и Кубок Дэвисон отыгрывает два матчбола. И вот это как снежный ком со знаком плюс просто набирает. И вот он уже третий, а итальянцы так высоко в истории еще не поднимались. Если сравнивать, я не знаю, с игроками прошлого, вот Вадим, я не знаю, вот поведение именно на корте, с кем бы ты мог сравнить? Потому что, ну я не знаю, но он практически в сам просто уже превращается сейчас, Синнер, он настолько непроницаем, хладнокровен. Понятно, что игра совершенно другая, но вот именно вот такой типаж. Типаж, по-моему, это Роджер Федерер. На мой взгляд, это преемник Роджера, и это будущий обладатель контрактов определенных Роджера. И это человек, который психологически, скажем так, занимает его место. Все-таки ни Джокович, ни Надаль, они, ну они аутентичные. Они Роджера не заменят, а теннисной общественности мировой им нужен Роджер Федера, им нужен этот джентльмен на корте, который в костюме выходит на награждение. Им нужен этот благородный человек, который еще и очень эстетично играет в теннис. Но может быть, у Синнера не настолько эстетичная игра. Все-таки Роджер – это теннисный импрессионист. По игре его никем не заменишь, и, наверное, никогда. Но, что касается образа, имиджа, то мне кажется, Синнер – это именно преемник. Это не брат-близнец, и не сын, не брат, не племянник Роджера. Это именно его преемник. Преемник его король. Да, но вспоминая... Только надо играть хорошо, продолжать. Вспоминая легенду о Федерере, я помню его фразу, что он сам, вспоминая и говоря о своем начальном этапе карьеры, он говорил, что я был похож на Макенроя. Он был сумасшедший. То есть, если он играл матч и видел, что его тренер куда-то отвернулся, он мог мячом залепить в затылок вообще тренера, чтобы тот за забор-то держался и смотрел на него. И потом, Федерер говорит, я сам постепенно, вместо Макенроя, который я думал, это будет моя судьба, я превратился в Борга. Вот такая трансформация. У Синнера такого нету. Он не был никогда сумасшедшим. Никаких скандалов, ничего вообще. Он идеален. Он не бросает ракетки. Он не ругается с соперниками, с судьями. Ну, морковки тоже сидят на трибуне. Может быть, это секрет его успеха. Но сам по себе хорошо воспитанный молодой человек, который все пытается делать правильно по жизни. Ну, в теннисе-то у нас хулиганов хватает. Ну, кстати, еще отличительная черта Яника, то, что всю свою личную жизнь, причем это и семья, и какие-то романтические истории, он держит просто за семью замками. То есть, он остается такой загадкой. И его ничем нельзя смутить и подковырнуть, подорвать его вот эту вот уверенность на корте. Потому что, мне кажется, он выстраивает очень правильную линию. Я пришел играть в теннис. Я вам дам развернутую пресс-конференцию, что я думал после своей победы, что я думал в первые два сета. Но все остальное, при всем уважении, вас не касается. Мы здесь для того, чтобы говорить про теннис. Какой-то он безупречный, получается. И родителей благодарит, и за то, что они никогда на него не давили, и позволяли ему заниматься, чем он хочет. Там и горные лыжи, и теннис выбирай. А вот, кстати, еще про Рикардо Пьяти. Недавно Яник рассказывал, как в слезах он уехал в Бродигеру. Бродигера – это один из ближайших городов Италии, приближенный к Франции, потом уже начинается Монте-Карло, Монако. Как раз-таки в Академию Пьяти. В 13 лет его туда отдали. И первые недели он, конечно, плакал. Это было тяжело. Но потом понял, что все было правильно. И, как теперь мы видим, все было не зря. Поэтому, опять же, сила воли у него и осознание, видение большой цели, и что результат всегда оправдывает средства, и это прямо вот про него. Мне кажется, это часть подготовки поплакать в теннисной академии. Потому что я знаю точно, что через это проходил и Марат Сафин, когда он был в Валенсии. Потому что на Новый год всех родители разбирали по домам. Марат оставался тренироваться. И вот это был не самый любимый момент, наверное, в его тренировках. Хорошо. Синер сейчас кто-то уже сравнивает. Гипотетически он может сделать в этом году все, что угодно. Но там выкатили послужной список Новака в 2011 году, который был выдающийся, когда он там, я не помню, десятки матчей без поражений. Ну что, Синер может дойти до такого уровня, как вы считаете? Предел есть, он будет расти, он будет играть еще лучше. Игра-то и так, в принципе, уже сложилась. Ну, там только, наверное, в зависимости от соперников, покрытий, условий. Но у него есть все. Я думаю, я не просто... Просто уязвимости какие-то есть? Вы видите что-нибудь, нет? Пока? Есть. Надо убрать морковок, наверное. Тогда, может быть, он... Они уже подружились. У них уже, наоборот, еще даже они ему являются очень сильным подспорьем. Я думаю, там очень серьезные спонсорские уже контракты какие-то появились, потому что явно морковки не за свой счет уже ездят везде. Ну, у них, да, у них Лаваза в том числе. Но вообще меня несколько забавит, когда вот Яника начинают сравнивать с этим списком Джоковича, потому что, я думаю, не сам Яник, не его команда. Никто не смотрит. Так, сейчас, значит, здесь нам нужно дойти до финала, здесь до полуфинала, тогда мы повторим. Ну, это та же история, когда кто-то выигрывает Австралию, и все говорят, ну, пойдет на календарный шаг. Да, 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 да. Ну, так далеко еще все-таки не загадывать, там понятно, что Каролан Гарос, ну, в принципе, титулов, говорят, сейчас прям будет целая россыпь. Но это больше все-таки вот находится в сфере болельщиков, фан-бас, даже каких-то хейтеров. Журналистов. Журналистов, конечно. В первом делом, да. Сами игроки, что удивительно, они не назовут, кто в каком году выигрывал какой шлем, кто стоит по правую руку от тебя, по левую в рейтинге и так далее. Они просто выходят на каждый матч, и в голове, ну, крутится такое просто абсолютный бред, ты не думаешь, что если я сейчас выиграю с баранкой, я буду такой-то, которая повесила ей баранку по списку. Ты просто играешь. А вот мы уже здесь, мы сидим и обсуждаем, сможет ли он, не сможет. Поэтому Яник на данный момент кажется очень сильным, очень целостным, и даже если он Жоковича не повторит, его достижения от этого меньше не станут. Ну, у него свой путь, он, наверное, и не должен его повторять. Но это точно так же, как постоянно все сравнивают Карлса с Рафаэлем. Играты совершенно разные. И сам Карл сказал, я больше похож на Федерера вообще по игре. Ну, такая вот история. Так, что нам еще нужно обсудить? Ну, давайте вместе оплакивать одноручный бэкхенд. Давайте не будем его оплакивать. Реву в голос просто. Но впервые у нас в топ-10 мужского рейтинга нет ни одного мужчины, который нормально может слева приложиться одной рукой к мячу. Ну, все-таки это стечение обстоятельств, я считаю. То есть, потому что мы шли к этому годы. Какое стечение обстоятельств? Объясню, что я имею в виду. Понятно, что двуручный бэкхенд своей надежностью, конечно, он доминирует над одноручным. И соотношение, ну так, если на вскидку, на мой взгляд, ну, конечно, оно достаточно серьезное. То есть на три, наверное, двуручных бэкхенда или на четыре даже будет приходиться один одноручный бэкхенд. Сейчас ситуация такая. Но кто бы сейчас мог быть в десятке? Вот, да, пожалуйста. Первый рейтинг 73-го года, двуручный бэкхенд. Один у Джимми Коннорса. И еще какой вот этот резанный, ну, как все его было, вот это вот такое странное, да? Легенды, такие имена вообще, да? С ума сойти. Вот так открываешь рейтинг в августе 73-го. И вот они. Народ левер. Деревянными ракетками люди играли. Рой Эмерсон. Писающе. Вот Рой Эмерсон, до этого был Панчо Гонзалес. Ну и что? Мы когда-нибудь доживем до времен, когда хотя бы половина в десятке будет играть с одноручным бэкхендом? Нет. Предпосылок к тому, чтобы одноручный бэкхенд снова вернул себе такие позиции, сейчас, конечно, я считаю, нет. Но все-таки я закончу свою мысль, которую я начинал. Например, Доминик Тим. Если бы не травма, все-таки до того, как его организм сказал, хватит до операции, это примерно третья ракетка мира. Если бы не вот эти обстоятельства со здоровьем, он бы сейчас, скорее всего, был по-прежнему в первой десятке. Потому что 93-го года игрок в расцвете сейчас сел, еще только вот перешагнул за барьеры 30 лет, за этот рубеж. Далее. Стефанас Циципас, который покинул все-таки десятку, я считаю, не потому что он плохой игрок, а потому что сейчас жизненный период такой у Стефанаса, когда, возможно, теннис не совсем у него на первом месте и не совсем в списке первых приоритетов. Вот хотя бы этих двух игроков мы сюда добавляем, Циципаса и Тима, и вот получается у нас два из десяти, у нас одноручный бэкон. Но еще Вригор Димитров, который мог попасть в десятку и мог спаси эту ситуацию, но чуть-чуть не сложил. Сейчас еще Музетти станет отцом. По совокупности, да, если сложить Музетти, Димитрова, Вавринку, вот еще как раз на одного игрока в среднем набирается. Просто это действительно аномальная ситуация, она могла иметь место быть, и она произошла. Но все-таки, если сравнивать двуручные и одноручные бэконды, да, двуручные, конечно, это надежность, и, в общем-то, все. А что такое одноручный бэкон? Это как раз возможность быть непредсказуемым. Это когда ты в последний момент кистью можешь либо изменить вращение, ты собирался крученным ударом играть, а сыграл подрезочкой. Это когда ты можешь в последний момент поменять направление удара, то есть ты всем корпусом показывал, что будет кросс, а сыграл линию. У двуручного бэконда такой опции практически нет. Поэтому тот человек, который выбирает надежность, а понятное дело, что синица в руке, она для многих лучше. Они выбирают двуручный бэкон, но если ты хочешь быть именно внезапным для своих соперников, неожиданным и непредсказуемым, ты выбираешь одноручный бэкон. Вот я практически уверен, если бы сейчас спросить у Роджера Федорова или у Пита Сампроса, поменяли бы они свои одноручные бэконды на двуручные, я практически уверен, что ответ был бы нет. Тем более, я уточню, что Пит Сампрос, он ранние годы, примерно до 15-16 лет, он играл двумя руками. И только тот тренер, я, к сожалению, забыл его имя, очень важный тренер в его карьере, который был до Пола Анакона, он же посоветовал ему перейти. Галексон, который умер, когда он плакал, вот эта знаменитая история, когда он играл четвертьфинал с Курье в Австралии, он вытирая слезы, даже не вытирая, подавал на вылет. Совершенно верно. Это же он поменял ему бэкон, и Пит, раз он за всю дальнейшую карьеру не вернулся к двуручному удару, а мы еще понимаем, что в 16 лет перейти с двуручного на одноручный, это не то, чтобы щелкнуть пальцем, это требует большой работы, и в случае, если что-то не так, то всегда будут соблазны. А вот что, если вернуться опять к двуручному удару, когда ты до 16 лет играл, ты прекрасно помнишь, как это. И раз Пит этого не сделал, значит, а Агасси при этом, его основной соперник, играл двумя руками слева, значит, я думаю, что все было оправдано, и он понимал, что он идет по верному пути. Одноручный бэкон, я думаю, всегда будет. В туре, да, он будет представлен меньше, чем двуручный удар, но представители, те люди, которые будут его использовать, они всегда будут находиться, потому что это, безусловно, такой джокер в рукаве, и чтобы все разом отказались и стали в один ряд, что мы все обычные, мы все будем, никто выделяться не будет, мы все хотим надежный удар, всегда кто-то здесь будет такой, кто будет хотеть чего-то большего. И Музетти, вот опять же, молодой игрок, одноручный удар, великолепный. Ну, подожди, подожди, чисто математически, мы же понимаем, что большинство детских тренеров будут учить двуручному бэконду. Вот и все. Да, но есть пример при этом те... Я не исключаю, что в десятку может забраться один-два человека, которые будут хорошо играть одноручным бэкондом, но это будет исключение все равно. Потом этот резанный удар, мне кажется, он самый недооцененный вообще в теннисе. Одноручный. Да. Ну, вот Фелиссиано Лопес, кстати, хороший пример. Одноручный. Федор, что он делал для начала? Он сажал соперника на резанный вот этот вот. Давай-ка оставим мяч в игре, а дальше мы посмотрим. Но начинали все с того, что коротенький, неудобный, уходящий, резанный мяч, с которым тот же Бердах какой-нибудь не знал, что делать. А уже дальше Роджер ему объяснял, что произойдет. Тот же, например, сейчас Димитров. Где он был последние пять лет, я не понимаю. Вот буквально в последний, в предыдущий год, наконец, он начал использовать свой резанный удар так, как он должен был делать это с самого начала. Но он почему-то додумался до этого только тогда, когда потерял скорость. Сам по себе. Он повзрослел, когда им стало 30 плюс. Тем не менее, игра Димитрова сейчас, это вот, я считаю, что это абсолютно образец из действующих игроков. Одноручный бэккэнд, и как он строит игру, это суперкруто. С одноручным бэккэндом заканчиваем. Ладно, на этом. Еще одна важная тема, значит, судится у нас Симона Халиб. Судится безнадежно, судится уже давно. Она, напомню вам, дисквалифицирована за допинг, который попал в ее организм через какую-то пищевую добавку. Она уже выкатила иск. И тут, смотрите, кто разговаривался. Румынская теннисистка Сара Джессика Попа. 18-19 лет сейчас свою юниорскую карьеру она провела в Академии Патрика Муратаглу. И очень неожиданные вещи она рассказывает. Все юниоры, все что-то такое едят. И, естественно, юниоры понятия не имеют, что они едят, когда тренер говорит, да, надо. Естественно, она все это видела, и она ни много ни мало она просто заклинила Академию Патрика Муратаглу как то место, где все чем-то подпитываются. И когда наступает момент перехода во взрослый тур, вот здесь они уже начинают как бы точно употреблять и точно знают, когда это нужно. Потому что начинается тестирование, естественно, уже с другой периодичностью. И вот чтобы это все обходить, они с какими-то специалистами это все делают. Ну вот я могу еще один пруф, но не называя имен, так вокруг да около рассказать про Патрика. Нет, это вот с именами именно Патрика Муратаглу и вот это... Нет, я имею в виду про Патрика. Да. Про Патрика. И, ну... В апреле 23-го года я впервые увидела Хольгера Руна вживую как раз в кинотурнире в Монте-Карло. И если мы видим в трансляциях, что он достаточно мускулистый, то вживую он очень широкий и вот эти вот мышцы, они прямо у него как-то нарочито видны. И мы были в ресторане для игроков, значит, какая-то такая кулуарная беседа. И я говорю, ну честно, я говорю, я не ожидала от Хольгера увидеть в такой форме. Такое прям масло. Очень, очень. То есть как будто на нем сейчас вся форма вот уже вот порвется не по размеру ему. Ну и мне сказали знающие люди о том, что все, что происходит сейчас с Хольгером, это на совести Патрика и его матери. Вот, потому что все-таки Хольгеру тогда еще 18-19 лет, он не совсем принимает решения. Влияние было сильное на него, да. Да, да. Конечно, в общем, дали понять, что все, что происходит в Академии и результаты некоторых игроков и их физическая форма, это очень такой большой проект, который спускается от самого главного человека этой Академии у руля. Вот. Ну и потом уже, как мы знаем, что Хольгер расстался с Патриком и бразды правления взяла его мама. И с мамой даже уже расстался. Да, уже и с АМГ. Но вот, видимо, все-таки в какой-то момент их пути разошлись. И я думаю, что конкретно этот вопрос стал камнем преткновения. Потому что у Хольгера сейчас еще и травмы посыпались, и вообще он как-то тоже сейчас немножечко... Это Северный Люти, Бекер, они появились и исчезли. Просто их как будто сдуло ветром. Они не проработали, я даже не знаю, там двух-трех месяцев. Ну вот, посмотрите, что тут происходит. Кристенсен пришел, Мурат Аглу пришел, оба ушли. Хотя от Мурат Аглу еще нужно было избавиться. Он все равно приходил на матчи Руна. Дальше снова Кристенсен. Снова ушел. Бекер, Люти, Карлсон. Что происходит? Ну и все-таки Патрик, он действительно как банный лист приклеивается к очень многим игрокам. И до последнего, даже когда их уже не связывают никакие отношения. И я спрашивала, говорю, а никого не смущает, что Патрик, он все-таки уже давно не тренер, а он коммерсант? Он консультант какой-то, да, такой. Но вот именно еще коммерсант, с какой-то такой с негативной окрасом, то, что он все-таки ищет выгоду. Мне сказали, это не смущает никого, в том числе и него самого. То есть он сам предпочитает себя так позиционировать. Ну и мы знаем, да, сколько тысяч долларов стоит час игры с ним, час его наставничества, что уж говорить о том... Тысячи, там, ну просто неприличную сумму какую-то за эту сумму можно уехать в Академию Рафа-Надали или еще куда-то и провести там месяц. Еще выиграть какой-нибудь ITF и получить уже свой первый контракт вместо того, чтобы провести час с Патриком Рутаглу. В общем, очень неоднозначный персонаж и поэтому ну я верю во все то, что говорит и Симона, и молодая румынка, ну и насчет Хольгера, конечно, практически от первоисточника у меня тоже сомнений нет. Отличная программа у нас получилась. Мы поговорили о всех героях и закончили злодеем. Ну вот такой вот он теннисный мир, где есть место всему. Ильзавета Костик, Вадим Кольцов и Алексей Михайлов были вместе с вами. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok